Приветствую вас. Я думаю, Борис, что ситуация, мягко говоря, неоднозначна, в том смысле, что есть множество нюансов, на которые нужно обратить внимание. От физиологической составляющей, например, совместимость физиологической вас и вашей девушки или девушек, которых вы выбираете, до вашего психологического состояния и, в частности, эмоциональной направленности в интимный сфер. Вполне может быть, что речь идет о вашей тревожности, вполне может быть, что речь идет о элементе сверхмотивации при занятии сексом и так далее. То есть вариантов, которые, моментов, которые могут стоять на пути в получении удовольствия, достаточно много. Вот. И здесь нужно, на мой взгляд, конечно, в первую очередь пообщаться с вами, поздравить вопросы и интервью, чтобы понять, где именно кроется проблема. Может быть, проблема ваша психологическая, может быть, проблема ваша сексологическая. Здесь множество есть нюансов. Начать я бы хотел с того, каким именно образом вы выстраиваете связь с девушкой. На чем основываются ваши, например, с ней отношения. Как именно эти отношения выстраиваются. Как именно эти отношения прорабатываются. Ну и так далее. Это все очень важный момент, на который вам необходимо обратить свое внимание. Почему? Потому что, если, например, духовная связь между вами и вашей девушкой недостаточно большая, то, естественно, вы в процесс не включаете в полную мере. Если вы эмоционально к своей девушке не привязаны, например, то точно так же в полной мере прочувствовать эмоциональный нокаут, эмоциональный тонус, то у вас точно так же не получается. И, возможно, это является одной из причин, почему вы испытываете дискомфорт. Ну и, соответственно, девушка, которая испытывает дискомфорт. Вот. То есть тут все в таком достаточно неоднозначном ключе идет. Нужно разобрать этот момент. Что такое, что такое, что из себя представляет направленности? В сексе. Это то на удовольствие, кого вы нацелены. Да? Если говорить о себе или о девушке. Одно дело, если вы нацелены на свое удовольствие, делаете все, что доставит максимальное удовольствие вам, или вы стараетесь девушке доставить удовольствие и так далее. Вот. Следующий момент. Это момент, связанный с тем, какие цели вы преследуете во сексе. Понимаетесь ли вы только сексом, или понимаетесь ли вы чем-то еще через секс. Прошу вас не удивляться. Ситуации бывают разными, как и люди в общем. И вполне реально то, о чем я, к сожалению, уговорю. Это реально. Это реально. И если у вас есть какая-то еще мотивация, если у вас есть какое-то еще наполнение, мотивационное наполнение занятое сексом, то лучше будет, конечно, если вы это как-то выделите, если вы это как-то отделите от основного действия, да, и будете реализовывать немножко другими, более подходящими, может быть, способами. Ну, явно не теми способами, которые вы это делаете сейчас. Потому что чем больше сверхмотивации, да, чем острее чувствует сверхмотивацию, тем сложнее выполнить поставленную задачу, тем сложнее, значит, ну, сделать все как нужно, вот, к сожалению. Поэтому здесь вот такой момент, да. Могут быть причины. Это основание из детства в том числе. Ну, то есть может быть какое-то такое специфическое отношение к сексу. И может быть чувство стыда, непринятие каких-то своих, например, сексуальных преподчтений, вкусов и так далее. Вот. То есть здесь тоже, значит, ну, есть очень важный момент. Вот. Вот. То, что я могу вам сказать, опираясь на то, что вы, ну, тут, ну, написал. Поэтому вам идеально будет выбрать специалиста, идеально будет выбрать психолога и поработать более подробно с ним над проблематикой, которая вас беспокоит. Потому что общими вопросами здесь делать не поможет. Не знаю, информация, нужно доверие. Вот. И какое-то время. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешит. Там расселется со света. На одном месте. 10 teste по кsudке. Один процесс. И вот это